Звонки на рабочий номер первого заместителя председателя горосполкома поступали на протяжении всех трех часов. Однако сказать, что их было много, сложно. За время приема Вадим Коровчук ответил без малого на два десятка вопросов. На прямую телефонную линию сегодня поступило 19 звонков. По 16 даны сразу ответы, по 3 взяты на контроле. Вопросы были различного рода, касающиеся именно жизнедеятельности населения. Прозвучала во время открытого диалога тема трудоустройства. Уточняли звонившие и некоторые нюансы по декрету номер 3, в их числе сроки уплаты сбора. Вопросы, которые попали в категорию злободневные, касались в своем большинстве бытовых ситуаций и носили частный характер. Проблемы с шумными соседями, неурядицы во взаимодействии с местными жесами, возможности дополнительного проведения канализации и получения земельных участков. Об этом спрашивали обрещание первого заместителя председателя горосполкома. Были, например, такие вопросы, как где-то сосед на соседа немножко жалуются, потому что есть шум, проживает молодая семья, детки проживают и шумят, а люди пенсионного возраста, им хочется отдыха и немножко шумят. Были также вопросы по декрету номер 3, какие категории граждан освобождаются от уплаты данного сбора, где тоже было пояснено, какие граждане, куда обращаются, с какими заявлениями, в какое подразделение. Также были обращения по Ленинскому району по вопросу проведения канализации. Тоже было разъяснено, что 30 на 70 – это участие государства, то есть нашего городского бюджета и также частных лиц по проведению канализации. Были вопросы также по постановке на учет нуждающихся, как продвигается очередь по многодетным семьям, какие сегодня возможности по получению жилья, также получению новых земельных участков. Прямые телефонные линии – это форма взаимодействия между представителями вертикали власти и обществом для решения насущных проблем. За время существования они успели доказать свою эффективность. Как показывает практика, все реже звучат критические замечания или просьбы. Сегодня брещан интересует, что нового открывается в городе, каковы планы развития областного центра на ближайшие несколько лет и как будет праздноваться тысячелетие города над Бугом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».